Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфир Пророда Целитель. Когда мы говорим об очищении и сравниваем тех, кто уехал в тропические страны, питаться тропическими фруктами, часто такими плотными, какими-нибудь дарианами, может быть, теми же бананами, это одно дело, да? И вот те, кто остались в России, спрашивают, и тут и мне пишут, что как бы, а что же делать нам, то есть, вот, что же делать тех, кто застрял в России? Ну, вообще-то, пока всех, кого я вот с кем переговариваю, с кого наблюдаю, как пациентов, да, или просто консультирую, там вообще-то сейчас нам всем, и мы не в том числе, пока надо дочищаться, кому-то начинать уже, и останавливать, убивать себя, и начинать очищаться. Я не против, пожалуйста, можно это делать и в тропической стране, наверное, там тоже есть, ну, там есть цитрусовые, например, там также помидоры, я видел, там выращивают еще что-то, то есть, там можно и соками очищаться, и баловаться тропическими плотными фруктами, питательными уже, да, не провоцирующими очистку, либо вот, ну, почти не провоцирующими. Ну, надо еще раз различать вот эти вот плоды, и, ну, что я могу сказать вот для тех, для нас, кто в России, да, здесь, ну, практически, вот, ну, в крупных городах, рядом с крупными городами, никакой проблемы достать круглогодично плоды, из которых вы можете вкусить соки, которые провоцируют у вас очищение, нету. Поэтому, да, замечательное место для очищения, но я понимаю, может быть, в каких-то очень удаленных или чего-то, но, по-моему, сейчас с такой логистикой вы можете заказать что угодно, где угодно, и из ближайшего там города вам и привезут, ну, может быть, немножко вопрос управится в деньги, да, соки фруктовые, а это дорого. Самое дорогое, в принципе, что вот вы можете себе позволить дешевле, намного и мяса, там, и всякие семена, зародыши, и овощи, травы, ну, травы так себе, конечно, по сезону, вот, овощи дешевле в 10 раз, чем фрукты, в принципе, а то, да, ну, они залежалые, они, ну, если вам это вкусно, в принципе, вы можете на овощах там быть только на небольшом количестве, я имею в виду соков, которые не будут вас никак питать, но будут провоцировать очистку, но вообще-то в России вы можете очищаться соками, я вот год это делал активно, и я скажу, что именно активно, до этого было больше питательного, да, и, как бы, я в разных городах бывал, и, ну, в принципе, такой какой-то проблемы я не заметил, отчасти, может быть, кто-то там на что-то жалуется, ну, надо просто заглянуть в соседний, там, более крупный город, да, и, скажем, ну, закупиться, там, в холодильник положить, там, что у нас очищает, круглогодично практически продается виноград Молдова, к примеру, там, да, или там по сезону хурмой забросали всю Россию, помидоры, ну, надо, чтобы вкусные найти, там, да, сок помидоров замечательно чистят, гранаты, что, гранатовые не забросали Россию, дальше, цитрусовые, ну, где они не продаются, ну, в какой-то там совсем деревне, ну, что делать, да, вот, то есть, да, это все привозное, да, оно там отчасти не химичено, да, оно не по сезону, но оно замечательно чистят, то есть, те, кто там стонут о том, что фрукты это очень плохо, потому что они там все про, что-то знает в чем, все остальное еще хуже, намного причем, те же овощи и травы, кстати, накапливающие именно и нитраты, и вообще все накапливающее в большее количество, да и плюс тому, что еще они не нас закисляют, поскольку не входит в правильный наш метаболизм, а работают в сыром виде через митохондрии, которые нас закисляют, то есть, мы об этом говорили, но по поводу вот именно такого, не будем называть даже фруктоедения, а именно очищающего, очищающей пищеварительной программы, я проблем, кроме финансовой, вот, по России, в принципе, я не вижу, то есть, особенно удивительно, когда люди, которые не жалуются на то, что денег на это не хватает, начинают жаловаться на все, что угодно другое, есть подозрение, что это просто отговорки, но, но, проблем не вижу достать и круглогодично, пожалуйста, отжать не вижу проблем, конечно, не делайте это ни в каких соковыжималках, вы просто губите, особенно, ну, еще шнековая процентов 80 сохраняет, а вот обычная там роторная, да, вот это, это как бы смысла нет, вы деньги переводите просто, ртом отжимать многое можно, либо вот гранаты цитрусовые, я руками в специальной, такой штучке я ее показывал, да, для цитрусовых отжимаю, но они даже бывают электрические, пожалуйста, хотя, ну, надо руки тренировать немножко, а то фруктоеды и так выглядят на фазе очищения, либо с минералами начинают шутить, не додавать и истощенные, да, это правда, плохо становится большинству и вот проблема-то не в том, что в России невозможно сейчас включить очищающую программу, только пищеварением, только питанием, то есть можно, в принципе, и не бадами, никакими, и не чиститься даже вот просто соками, проблема в том, что, или то, что там, проблема же в том, что провокация очистки, она начинает, вот, повышать вибрации тела, тело начинает выбрасывать грязь, а на тонком плане это, на самом деле, происходит выброс программ, и человек встречается сам с собой, включаются активно, включаются уже застарелые блоки, и у человека идет нарушение определенных внутренних ритмов, то есть на эфирном плане, и частично блокируется эфирный синтез, тот самый эфирный синтез, который можно назвать, что это праноедение или бретарианство, как угодно, мы все на этом бретарианстве, на самом деле, но блокировка может быть скрытой, вот я наблюдаю по некоторым пациентам, да, то есть человек, еще это как бы сидит, но оно начинает разворачиваться, идет блокировка, идет падение по белкам, жирам, плюс активное очищение, вымывает там минералы, и, ну ладно, минералы еще поправить можно, но белки и жиры тяжело поправлять, особенно если человек не владеет именно питательной фазой фруктов, да, это бананы, финики, авокадо, это вот для России в маленьких дозах, в маленьких дозах, в больших будет только минус, это вот моя была ошибка, опыт точнее, и получается так, что вот не слишком сильная провокация очищения, плюс недостаточная адаптация, нехватка вот этого запаса на эфирном плане, да, он в свою очередь, возможно, зависит от того, что есть вот эмоциональная, ментальная какая-то недостаточная, там не срабатывает, то есть там, ну, к примеру, эмоциональная прочность, да, или ментальная какая-то прочность, то есть оно проваливается на эфирный план, как бы из тонкого в более грубые, а эфирный план формирует физику и управляет ей, это те самые меридианы, чакры, там находят, там много очень разных устройств, но все это связано с энергетикой, и энергетика просто, энергия уходит, то есть там, по сути, на физическом плане это идет, ну, внутренний эфирный синтез падает, а затраты, то есть какие-то блоки могут еще и вызывать повышенные спазмы, то есть еще и уходит энергия дополнительная, КПД падает, работы, как бы энергетическая вот КПД, и мы наблюдаем истощение и дискомфорт, плюс еще токсины дают, как бы, токсическое состояние, а у человека не работают шлюзы очищения так, как хотелось бы, особенно там на периоде начального перехода. И вот здесь раньше я все время повторял бананы, финики, авокадо, а сейчас я бы сказал, в первую очередь, ну, бананы, финики, авокадо – хорошо, если вы верите, что вы питаетесь именно извне, вот всякими, да, то, ну, давайте там каждое, там, хоть полчаса, чуть-чуть, чтобы у вас… это будет успокаивать вас, прежде всего. Большие количество сразу, они будут блокировать очищение, что вам тоже будет казаться, что вам стало лучше от пачки целых фиников, там, да, полкило, как мне в свое время. Стало лучше просто потому, что я заблокировал очищение, я не дал себе энергию. Но здесь важно еще работать над тонким планом, то есть приводить в себя свое вот психоэмоциональное состояние в баланс, потому что это самое главное, конечно. Сейчас я вот, ну, только с опытом, с годами пришел к этому. Раньше я бы поддакивал, говорил, да, да, конечно, это важно, но подождите, а надо питательная фаза? Вот, иначе, как правило, эта питательная фаза, даже вот на, как бы, на таких скачках, она тоже идет не во благо, потому что, ну, не ограничится там человек полбанана. Вот наблюдаю я это, вот, как и у меня в свое время. Поэтому вот свое состояние, в конечном итоге задача привести на эфирном плане себя на максимальное накопление энергии, и чтобы все системы на эфирном плане работали правильно и слаженно. И, как бы, ну, я это биолокационно там измеряю, смотрю, копаюсь в этом. Ну, человек, если не верит биолокацию, то, ну, вот как-то пусть смотрит результаты. Все всегда видны на теле, да, то есть результат на лицо. Здесь лицо души – это, вообще-то, тело. Вот, и если это лицо, как бы, хмурое, жуткое, сколько бы вам человек ни рассказывал, что в душе я очень добрый, хороший. Ну, что-то жизнь такая. Нет, это, в душе-то ты хороший. Ну, вот, ты не даешь этой душе проявить себя так, как бы это надо было вам. Поэтому здесь мы говорили, что Россия – лучшее место для очищения. Вообще-то ролик был об этом, да, а не о душе совсем. И вот очищением здесь заниматься замечательно. Ну, вот, как бы, главное, хотите вы этого, и как это пережить? А инструментов для очищения, пожалуйста, начиная от фитотерапевтических всяких, у нас Алтай, тут все, замечательные экстракты, у меня в зеленой аптеке, не проблема. Гемеопатические средства без вещества – пожалуйста. В России все это сейчас развито, и не только я там этим владею. Кто-то там овощными соками будут чистить тоже – пожалуйста. Фруктовыми соками – пожалуйста. Ну, надо в этом разбираться. То есть, что вы делаете, какие результаты. А вот потом, вот когда очистимся, тогда поедем все в тропические страны. У меня вот такое соображение. Потому что там, я так понимаю, люди забывают о том, что надо чиститься. Зачем чиститься, когда столько вкусных плодов, питательных, и можно пить по 8 кокосов, или есть по 36 бананов в день, либо по 12 бананов сразу за обед. А так, когда они тебе там падают в ноги, там, я так понимаю, что об очищении нет. Вот Россия – северная страна. Она напоминает, что нет собаки. Сидите здесь в холоде и очищайтесь. А уже вот, когда заслужите, тогда поедете в тропические страны. Андрей Широков, Клуб «Эфлюпродыцелитель». Продолжение следует...